в кремле не обсуждается вопрос возвращения смертной казни но при чем тут кремль спросит меня сегодня миронов лидер партии справедливой россии сделал соответствующее заявление что в кремле не обсуждается этот вопрос этот вопрос для государственной думы они для кремля по идее для парламента я вот удивляюсь если происходит то что происходит и о терактах на наших улицах в кафе и под бомбу может попасть любой ребенок который проходит мимо но слава богу что не было детей рядом с этим кафе никто не шел по улице когда рухнули все эти витрины и когда взрывная волна вылетела на асфальт ведь могла положить кого угодно ребенка запросто много ли надо чтобы тебя повалила волна это ударился асфальт вот и все 34 пострадавших один труп смертная казнь у нас даже для женщин нет пожизненного срока у нас высшие меры для женщин 20 лет 20 или 25 я понимаю что это страшная мера наказание но государственная дума сегодня напомню за сбор грибов в как которые вошли в красную книгу включая подосиновики 9 лет тюрьмы предлагает давать от 6 до 9 лет тюрьмы за смерть за труп и 34 пострадавших теракт 20 лет максимальное наказание за гриб подосиновик 9 лет но смертная казнь при этом в кремле и в государственной думе не обсуждается это справедливо это мой вопрос моим зрителям я очень внимательно читаю комментарии еще раз за грибы от шести до девяти лет тюрьмы это тяжкое наказание то немедленный арест от не домашний арест и сразу сизо ты мухомор сбил ногой черт возьми а в красный диету кто не предупреждал нет а как а вот так как хочешь так и понимай новый закон а убийца владлена получит максимум суть по всему двадцатку а смертная казнь не обсуждается правильно это не знаю академия клихачёв всегда говорил смертная казнь это страшно потому что палачей двое преступников двое тот кто убивает убил человека его судили и тот кто приводит приговор в исполнении он тоже убийца хотя такие вопросы надо выносить конечно на обсуждение таких вопросов возвращения смертной казни для педофилов для как было при советской власти такого воровства когда уже наш кварт помос миллиона рублей начинала смертная казнь с доказанного миллиона с найденного при опуске миллиона от расстреляли при этом соколова главу или директора елисеевского гастронома расстреляли за 50 тысяч рублей настолько у него нашли на даче все остальное это были деньги виртуальной по чурбанова было 600 тысяч его обвиняли в начале суда концу суда оказалось 600 тысяч куда ты дели 40 тысяч рублей но не доказать но там все приписали что и чучело у него денег стоили не который охотничьего трофеи это тоже как взятки определили и бюст кто-то ему подарил в средней азии он пьяный благодаря не могу вспомнить я с ним общался на эту тему кто мне бюст мой бюст чурбанова из гипса в машину положил гипс тоже пошел и бюст в то что это взятка денег стоит так для на иванов так вот накидали ему они вели следствие 600 тысяч распалась все 40 тысяч осталось концу следствия но если сегодня другая ситуация и воровство такое что уже дальше деваться некуда я вот представляю как в лес входит чубайс с лукошком находит подосиновик только не с обычной шляпкой сбила он краснокнижный и чубайсу за подосиновик дают девять лет ну самом деле не за распил же давать не за два ваучера за волгу и не за то что в рост на на происходило часто уже все видят что оказались там и мы журналисты оказались правы мы восемь лет говорили что происходит в рост на на бегут люди с миллионами как поликарп управляющий директор рост на ушел в китай правая рука чубайса не никаких уголовных дел учебайса нет журналистов есть он на каждом столбе висят портреты особо опасные преступники а здесь никаких вопросов а вот за гриб можно залететь любому и чубайсу в том числе нормально даст лукошком оттуда представить чубайса собирающего грибы но не важно смертная казнь не обсуждается в кремле это официально это после всех предложений всех вопросов а может быть нашим зрителям стать инициаторами нас до больше миллиона просмотров в день только на одном youtube канале а на всех ресурсах караул в два раза больше если не в три включая платформу караул быть может нам провести опрос за референдум по возвращению смертной казни просто сейчас пока референдум всенародный референдум это не зрители решают мы тоже мы только можем массой своей предложить провести этот референдум кто из наших зрителей за проведение кто против проведения какие результаты будет потом а с другой стороны ну хорошо ну вот мы провели опрос наших зрителей фантастические результаты кого наши зрители в алтайском крае хотели бы видеть своим руководителем я просил голосовать только жителей алтайского края с указанием фамилии имени отчества домашнего адреса просил ладно дом не надо квартиры не надо но хоть город назовите все по-честному честно один раз пожалуйста просил я не 2 галочки ставить за или против вопрос был очень простой хотят ли жители алтайского края чтобы геннадий зюганов кпрф от партии на ближайшие губернаторские выборы выдвинули бы депутат от алтайского края в государственной думе от кпрф анжелику глазкова 372 555 человек сказали да глазкова будет нашим кандидатом зюганов услышьте выдвигайте сегодня кпрф объявляет выдвигают только не глазку и тут как так вот вот так ну хорошо николай платушкин у нас на телеграм-канале можно этот фрагмент посмотреть обращался к зюганову с очень резкими словами очень резкий очень серьезными видимо зюганова это не понравилось но 370 2555 голосов я все ждал что ко мне кто-то из кпрф приедет придет эти голоса все подшито пронумеровано документирована всю эту бухгалтерию заберет изучит и они пойдут они коммунисты не по воле кремля там же надо как часто объясняют что такое согласовывать очевидно да мое предположение обязательно каждого кандидата от кпрф надо с кремлем согласовать не с народом да вот пример 372555 заглазкова выдвигают другого депутата госдумы тоже толтайского края я ничего не имею против другого другой другой женщины другого кандидата от кпрф мы тогда зачем голосование проводили оказался в идиотском положении же людям своим зрителям голову что и морочь но так или иначе смертная казнь очень серьезный вопрос согласитесь со мной мои уважаемые зрители опасная вещь смертная казнь опасная потому что по делу чикатило расстреляли ведь невинного человека первоначально ошибка была не того арестовали судили его и расстреляли чтоб потом чикатило поймали потому что после суда и приговора приведенного в исполнение убийство не прекратились оказался ошибка можно ошибиться с другой стороны время серьезное какие-то вещи как теракт например или даже педофилии смертная казнь наверное необходимо я не знаю я хочу увидеть комментарии моих зрителей будем советоваться но факт остается фактом на сегодняшний день то о чем миронов сказал вопрос введение в россии смертной казни хотя бы временно на год так вопрос не стоит вот вот